Здравствуйте! В эфире на телеканале ЛРТ Плюс программа ТОП ЛАДГАЛИЯ. Я Лариса Кириллова и как всегда в это время мы говорим о событиях, которые не остаются незамеченными в нашей стране, в том числе и в ДАУГОПЛСЕ. Уже почти три недели на приграничных территориях Латгалии, а именно в Лудзинском, Красловском, Аугждауговском краях и ДАУГОПЛСЕ действует чрезвычайная ситуация. Причина известна. Это поток нелегальных мигрантов, которых на Латвии со стороны Республики Беларусь. И в итоге десятки нелегалов оказались, так сказать, зависли на нейтральной полосе между двумя государствами нашей страны и Республики Беларусь. Одними из первых, кто пришел на помощь этим людям, стало движение Грибу Паллади Бегли. Поэтому именно этой теме будет посвящена сегодня наша программа. Поговорим о миграционном кризисе и о роли волонтерского движения в этих процессах с лидером этого движения Эйглсом Грассманисом. Добрый вечер, господин Грассманис. Добрый вечер, здравствуйте. Ну, по традиции, начинаем программу с обзора новостей. Настроение самое-самое лучшее, потому что 1 сентября, солнце, и у нас есть возможность встретить наших учеников. Именно во дворе школы, а также завтра уже ждать их в помещении школы на уроки со звонками, со учителями, которые не в зуме, а которые находятся в классе. Надеемся вернуться к обычному обучению, веселому, с позитивом. Рады, что 1 сентября все-таки в школу пришли, а не сломаться? Нет, не рады. С какой-то стороны, да, потому что, может, понятнее что-то будет, потому что, например, через ум иногда что-то непонятно было. Поэтому мы надеемся, что в этом году будет получше. Я очень рад, во-первых, тому, что мы это 1 сентября наконец-то встречаем в очном формате. Рад в том, что наконец-то мы увидимся с учениками, наконец-то учителя смогут увидеться с учениками. Всех своих коллег, администрацию, школа поздравляет с этим праздником и надеет, что этот учебный год у нас будет лучше, чем предыдущий. Спустя 2 года 1 сентября в Дагубелсе действительно стал праздничным. И даже сама погода смилостивилась, подарив школьникам, их родителям и педагогам красивый солнечный день. В этом году в Дагубелские школы пришли более 9 тысяч учеников, которым после 9 месяцев дистанционного обучения вновь придется привыкать к школьному звонку, к дисциплине в классе и совместной работе не на расстоянии, а в очном формате. Еще один актуальный вопрос заключается не только в том, чтобы вернуть детей за парты, а чтобы их интегрировать в учебный процесс и в те условия, которые сегодня к ученикам выдвигает школа. Сделать это будет непросто. В домашнем режиме, в отдаленном обучении, дети, конечно же, жили несколько, ну так, как каждому хотелось бы. Сейчас первая наша задача – это действительно вернуться в строй в таком понимании, что необходимо, вернуться в школьный режим со звонками, с требованиями на уроках, с умением, с одной стороны, общаться с одноклассниками, с другой стороны, игнорировать, когда главное – это учитель, а не то, что говорит одноклассник. Но в этом проблема будет, наверное? Конечно же, да. Именно поэтому мы предполагаем, что первый месяц мы посвятим главным образом вот этим вот социальным навыкам, вернуться к социальным навыкам. Но опять-таки, результат может быть достигнут только в одном случае – если школы вновь не будут вынуждены отправиться на карантин. Когда ГУПЛ встретил День знаний, смотрите 3 сентября в программе «Итоги недели» начало в 20 часов. С сегодняшнего дня мастера педикюра, маникюра и подологи, а также все работники сферы красоты и оздоровления должны иметь либо сертификат о вакцинации от COVID-19, либо сертификат о перенесенном заболевании или же прохождении теста на COVID. Один из аналогичных документов должен будет представить и получатель услуг. Исключением является оказание индивидуальных услуг в отдельной комнате, где клиент без COVID-сертификата, используя маску, может получить услугу у работника, который вакцинирован или переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев. В этом режиме одному домохозяйству, то есть членам одной семьи, могут быть предоставлены и услуги бани, а также сауны. Если кумулятивный показатель заболеваемости в стране превысит 120 случаев на 100 тысяч населения, а это уже произошло, то в этом случае поставщики услуг красоты и оздоровления должны предусмотреть 25 квадратных метров площади на каждого посетителя. Согласно постановлению правительства Великобритании, с 1 октября граждане Европейского Союза, в том числе и Латвии, смогут въезжать в Англию только по паспорту. ID-карта на границе с этой страной больше действовать не будет. Те граждане ЕС, которые жили в Великобритании до 31 декабря 2020 года и имеют статус резидента, постоянный или временный, могут продолжать пользоваться ID-картами до конца 2025 года. Однако, Великобритания призывает их оформить паспорта, чтобы быстрее и удобнее проходить пограничный контроль с помощью автоматизированной системы. С 1 января 2021 года из-за выхода Великобритании из Европейского Союза больше невозможно свободное перемещение между Великобританией и другими странами ЕС. Работать, учиться или долгое время находиться в Англии можно только по визе. Гостить в течение шести месяцев в этой стране можно без визы. За минувшие сутки в Латвии было выявлено 469 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 108 было констатировано после сдачи теста на COVID-19 школьниками. 387 заболевших были непривиты или не завершившими курс вакцинации. 31 августа от коронавируса скончался один человек. Показатели за прошедшие сутки стали самыми высокими за период, начиная с 21 мая этого года. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости COVID-19 вырос до 137,4 случая на 100 тысяч населения. За минувшие сутки госпитализировано 28 COVID-19 пациентов, выписано 23. И на сегодняшний день в больницах Латвии проходит лечение 161 пациент. Состояние здоровья 18 оценивается как крайне тяжелое. С начала пандемии лечение в стационарах требовалось 14 578 пациентам, у которых был диагностирован COVID. В настоящее время коронавирусом в Дагополсе болеют 86 человек, в Агушдаговском крае – 25. Проект «Дагополсилтумтыкли» по строительству котельной на щепе подходит к своему завершению. Но вряд ли его можно будет назвать европейским. Как известно, Агентство по финансам и договорам еще летом прошлого года потребовало от теплосетей вернуть выплаченный им аванс в размере 2,4 млн евро. Причина – конфликт интересов, который был констатирован данной государственной институцией. Напомним, один из экспертов закупочной комиссии оказался сотрудником компании, которая произвела впоследствии для новой котельной оборудования. В настоящее время теплосети обратились в Минфин с просьбой пересмотреть решение ЦФЛА. В то же самое время Центральное агентство финансов и договоров не намерено отступать. И ответ директора Департамента среды и энергоэффективности ЦФЛА Данны Хейберге свидетельствует именно об этом. Цитата. «Мы свое окончательное решение по данному вопросу отправили 4 августа. В нем мы информируем «Дагополсилтумтыкли» о том, что наше решение останется неизменным. Мы также ссылаемся на переписку с Европейской комиссией о дефиниции конфликта интересов. И с нашей точки зрения конфликт интересов был констатирован, и он не был устранен. Напомним, в качестве аванса «Дагополсилтумтыкли» было выплачено 2,5 млн евро. 1 млн предприятие уже вернуло. Остаток в размере 1,4 млн евро еще не выплачен. Если решение Минфина будет идентичным ЦФЛА, то о европейском финансировании в размере 5,3 млн евро говорить больше не придется. И строительство новой котельной городским теплосетям, а следовательно горожанам, обойдется порядка 14 млн евро. В сентябре «Дагополснуфе» окажется в центре внимания болельщиков спидвея. В нашем городе пройдут полуфиналы чемпионата мира по спидвею. Это командный чемпионат мира, который включает в себя два полуфинала и две финальные гонки. За шесть мест в финале будут бороться 14 лучших команд мира. Первый полуфинал состоится 17 сентября. В нем заявлены гонщики из Польши, Швеции, Дании, Чехии, США, Словении и Финляндии. Во втором полуфинале, который также пройдет в «Дагополсе» 18 сентября, за выход в финал будут бороться команды из Латвии, России, Австралии, Украины, Италии, Франции и Германии. Финальные гонки пройдут в Манчестере, и они запланированы на 16 и 17 октября. Латвийскую команду на мировом турнире будут представлять чемпион Европы 2017 года Анджей Лебедев, бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров 2020 года Олег Михайлов, участник финала отборочной серии гран-при Евгений Костыгов, финалист чемпионата мира среди юниоров этого года Даниил Калладинский, а также победитель чемпионата Европы среди юниоров 2021 года Францис Гост. Конкурентами наших спортсменов на треке станут такие титулованные гонщики, как Бартыш Змарзлик, Джейсон Сдойл, Матси Яновский, Артем Лагута, Эмиль Сифудинов, Леон Матсен, Фредрик Лингренд и Матвей Жагар. Продажа билетов на полуфиналы мирового турнира уже началась. Но помните, эпидемиологические ограничения никто не отменял. Тема нелегальных мигрантов до сих пор занимает первые строчки новостных информационных порталов Латвии. И действительно на протяжении нескольких недель мы встаем и наше утро начинается с того, сколько случаев коронавируса было выявлено в стране и сколько, скажем так, ну официальным языком говоря, нелегальных мигрантов пытались перейти нашу латвийскую границу. Эгглс, ваше движение было одним из первых, кто обратил внимание на этих людей, на их бедственное положение. Почему? Ведь в какой-то степени это компетенция государства. Это, конечно же, компетенция государства. Ну что государство? Государство — это мы. Я государство, вы государство. Государство — это люди тоже. И в той степени мы представляем, концентрируем в себе, в своей организации и движении тех людей, которые хотят помочь беженцам. И поэтому, как бы, это, ну, так же, как почти шесть года назад, мы начали с помощью в Моценеках. Тогда еще система, ну, как бы, система очень, как бы, ну, не работала. И там мы начали с пищей и одеждой. Также мы считаем своей должностью, как бы, быть активными в этом случае, где мы видим, что, к сожалению, невинные, тоже невинные люди используются как, как такое, ну, оружие. И, к сожалению, ну, да, мы забываем, что это люди. Что это люди, даже дети, женщины, младенцы. Конечно, нуждаются в помощи. А вы уже, ну, высказывались о том, что вы выступаете против такого термина официального нелегальные иммигранты. Чем оно вам не нравится? Почему его нельзя применять в отношении этих людей? Я бы сказал, это непрофессиональный термин, потому что человек не может быть нелегальный. Ни один человек не может быть нелегальный. Статус нелегал – это непрофессиональный термин. В английском это используется как нерегулярный мигрант. Но, ну, да, мы пытаемся все-таки использовать термин «человек-люди». Ну, это люди, которые нелегально переходят к границу. А, ну, надо признать, что этот термин используется во всем мире, да? Но вы говорите, что есть страны… Нелегальный, нелегальный иммигрант не используется во всем мире. Используется, ну, в английском «irregular migrant», то есть нерегулярный. Человек не может быть нелегальным. А в таком случае как расценивается незаконное пересечение границы, попытку? Это человек, который пересекает границы нелегально. Ну, это просто, ну, слова. Игра слов такая, да, как бы получается. Скажите, пожалуйста, в таком случае как вы расцениваете решение государства о том, что вот на это время прекратить выдачу статуса беженцев и вообще принимать заявление на то, если вот человек переходит границу, он сразу подает заявление? Сейчас у него такой возможности нет. Да, ну, этим мы нарушаем международные права. И в нормальной, ну, как бы, как европейская страна должна была бы быть возможность каждому, который в этом нуждается, как бы быть возможность заявить на убежище. Вот сегодня в каком режиме вы работаете, ну, с вашими партнерами уже с Государственной службой погранохраны? Ну, до 24 августа мы, то есть, предлагали и организовали эту теплую пищу, которую мы доставляли до погранслужбы. И дальше погранслужба разделяла эту пищу, и тоже вещи, одежду, обувь с помощью Красного Христа. Мы доставали ее до погранслужбы, и погранслужба дальше разделяла эти вещи и пищу на границе. Но 24 августа нам сказали, что людей на рубеже больше нету, и что теплую пищу больше не надо организировать. И мы, как бы, выражаем свою сотропумность. Беспокойство. Мы беспокоимся о том, что случилось с этими людьми, потому что они внезапно, все 83 человека, в том числе 27 детей, внезапно пропали. Да, и неизвестно, каким образом. Ну, возможно, ушли на территорию сопредельного государства. Возможно. Возможно. Но опасения у вас какие-то остаются, да? Опасения у нас остаются, потому что у нас перервалась тоже том же вечером связь наша с одной из этих групп. Ну, на ваш взгляд, они исчезли куда? Где-то потерялись в латвийских лесах тогда, получается? Я не знаю, и просто надеюсь, что с ними все в порядке. И что, как бы, наша теплая пища, например, она вся спонсорируется людьми, которые нам пожертвовали деньги, и мы, как бы, с этих денег закупаем эту теплую пищу. Конечно, наша задача продолжать эту помощь, но в данный момент мы, к сожалению, у нас нет информации, официальной информации, что на рубеже кто-то есть. Хотя в данный момент приходят сигналы, что на рубеже те же люди из тех 83, они, ну, появились там. Но это не официальная информация. Хорошо. Продолжим нашу беседу буквально через несколько секунд. Эгглс, на днях мы вышли на улицы города со съемочной группы и задали людям простой вопрос, да, что делать вот с этими людьми, которые зависли на границе, да, пустить их в Латвию, да, или просто закрыть на это глаза. И вы знаете, большинство сказало, что не надо им помогать, они знали, на что шли, пускай едут и идут оттуда, откуда пришли. Вот на ваш взгляд, с чем это связано? Это страх, это безразличие, равнодушие. Вот что это? И кто, откуда вот такие настроения? Ну, к сожалению, да, это страх. И в нашем обществе, к сожалению, это большинство людей, которые испытывают страх к чужому. И как бы, ну вот у нас был случай, например, мы на фестивале Лампа пару лет назад организовали такой, ну, где люди рассказывали, где беженцы, реальные беженцы рассказывали свои истории. И вот был случай, где потом, после этого события, человек признался, что он нечаянно попал на это мероприятие. Он слышал 15 минут рассказ, и у него была, как бы, возможность задать некоторые вопросы вот беженцу и узнать, ну, о том, почему он решил искать путь в Европу. И он признал, что он, ну, поменял свои решения на 180 градусов. То есть, ну, это просто страх от чужого, страх от, как бы, того, что мы не знаем. И тут хотелось бы, ну, вот и наше общество тоже пыталось, пыталось в последние 5-6 лет, как бы, делать, ну, делать все, чтобы вот обществу больше рассказывать уже эти все истории. И почему люди являются беженцами? Ну, нельзя забыть, что тоже мы после войны, и 200 тысяч людей тоже было беженцами. Ну, ну, мы были беженцами. В завершение нашей беседы такой вопрос. Роль волонтерского движения, вот, ну, в таких ситуациях, насколько она важна? И вообще в мире, насколько важно это волонтерское движение? Ну, я думаю, что это показывает, ну, да, что есть люди, которые человечество и отношения, ну, как бы, ставят очень высоко. И это, я думаю, важно. И волонтеры, конечно, ну, они тоже, ну, наша мотивация и всех, которые в нашей организации волонтеры, наша мотивация помочь людям, несмотря на ихнюю национальность, цвет кожи или, ну, религию. То есть это все такие стереотипы, которые, ну, мы считаем, что было бы хорошо, если, ну, как бы, исчезло. И для этого надо общество подробнее информировать о том, что происходит в мире, какие конфликты и почему люди, как бы, мигрируют. А, кстати, волонтер – это человек эмоциональный, ну, неравнодушный, понятно, но вот когда он к этому должен прийти, что я готов помочь? Ведь не каждый может быть, наверное, волонтером. Ну, в принципе, в нашем, в нашем случае каждый может быть волонтером. Каждый, который поступает в нашу фейсбук-группу, где более трех тысяч людей, они, как бы, всем, у них всех есть возможность как-то помочь, когда в этом нуждается помощь. То есть это тоже, как бы, ну, наверное, такой шаг, который, ну, чуть-чуть взрослый. Смелый. Да, чуть-чуть смелость нужна, да. Ну что ж, большое вам спасибо за этот дистанционный разговор. К сожалению, у пандемии есть тоже свои плюсы, оно нам открыло такую возможность. Большое вам спасибо, до свидания, всего хорошего. И вам всего хорошего, уважаемые наши телезрители. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Йорголи Продолжение следует...